Аркам ТВ представляет Божественный порядок Суры Сад Ассаляму алейкум рахматуллахи в баракату Итак, вот о чем мы будем говорить. Эта лекция посвящена 38-й суре Корана, суре Сад. Это мекканская сура, в ней 88 аятов. И это уникальная и прекрасная сура Корана. Я расскажу вам о том, что изумляет меня в изучении Корана на протяжении уже целого года. Я изучал различные аспекты Корана, но одна из сфер, которая полностью ошеломила мой разум, это то, как Коран структурирован. Это совершенно восхитительно. В то же время, это одна из областей изучения Корана, которой уделяют очень мало внимания. Да, некоторые ученые проводили исследования по данной теме, однако большинство ученых не придавали этому достаточного внимания. Одним из пионеров в этом вопросе является ученый, который умер почти век назад. Его звали Хамедуддин Аль-Фарахи. Это был просто блестящий ученый. Он приводил духовные доводы структурированной организации Корана. Он говорил примерно так. «Если Аллах, тот, кто сотворил вас, соразмерив каждую мелкую косточку и каждый сустав в вашем теле, то почему бы ему не организовать свою книгу?» Он приводил духовные доводы, подтверждающие совершенную структуру Корана. На этой лекции я хочу поделиться с вами общим представлением о структуре, о некоторых темах из суры. Что это была за сура? Я забыл. Суад. А сколько аятов в ней? 88. Очень хорошо. Вы внимательно слушайте. Это мекканская или мединская сура? Мекканская. Нет, это мекканская сура. Итак, сура Сод. Вот как она начинается. Конечно, мы не будем охватывать всю суру, все 88 аятов. Однако, когда я провожу лекцию, 30 минут я говорю только об одном аяте, поэтому мы не будем обсуждать всю суру Сод. Мы лишь попытаемся извлечь как можно больше уроков из этой суры. Кстати, это моя первая цель на сегодня. Моя вторая цель, я надеюсь, у нас хватит на это времени, это поговорить о небольшом эпизоде из жизни пророка Дауда, мир ему, о котором говорится в этой суре. Это будет важная часть, поскольку моя последняя лекция будет посвящена его сыну, Сулейману, мир ему. Это будет чуть позднее. Таким образом, на этой лекции мы узнаем кое-что об отце, и затем, на следующей лекции перейдем уже к сыну. Итак, Аллах начинает суру Саята. Сод. Клянусь Кораном, обладателем напоминания. Кораном, который обладает поминанием. Аллах клянется Кораном. Мы должны понять кое-что о том, когда Аллах клянется чем-то. Например, валь Аср. Аллах клянется временем. Вот тени воззайтун. Аллах клянется смоковницей и оливками. Ващам сибад духаха. Аллах клянется солнцем, когда оно восходит и становится лучезарным. У этих клятв в Коране есть множество функций. И одна из самых удивительных функций – это то, что они являются доказательствами. Я хочу, чтобы вы запомнили это. Когда Аллах клянется чем-то, то, что бы это ни было, Он делает это доказательством чего-то. Когда вы нуждаетесь в доказательствах? Когда вы должны доказывать что-то? Тогда вам нужны доказательства. Вам нужны доказательства в суде, так ведь? Вам нужно доказательство, что это вы сделали задание, а не кто-то другой. Доказательства используются тогда, когда вам бросают вызов. Что-то двигается против вас, и чтобы доказать свою невиновность, вы должны привести доказательства. И аналогично, если вы хотите доказать чью-то вину, вам тоже нужны доказательства. Таким образом, чтобы доказать виновность или невиновность, вам нужны доказательства. Чтобы доказать какой-нибудь факт, вам нужны доказательства. Аллах говорит, что доказательством в суре «Сад» является то, что Коран обладает чем? Напоминанием. Коран полон напоминаний. Он обладает силой напоминания. Таково доказательство Аллаха. Однако доказательством чего оно является? Что оно доказывает? То есть, у нас есть доказательства. Но какой тезис оно доказывает? Что удивительно в этой, а также в некоторых других сурах Корана, так это то, что Аллах никогда не сообщает нам, каков тезис. Приведу вам пример, чтобы легко было понять. Аллах клянется временем и говорит «Валь аср» – клянусь временем. Время – это доказательство. Поскольку Аллах поклялся временем, время становится доказательством. Однако, что Аллах доказывает? Он доказывает, что? Без сомнения, все люди пребывают в убытке. А каково самое явное доказательство, что люди пребывают в убытке? Это время. Поскольку люди постоянно теряют время. У нас нет ни единой возможности приобрести хотя бы одну секунду. Мы всегда будем что? Терять время. Таким образом, самое явное доказательство убытка человека – это время. Вы понимаете это? Хорошо. В этой суре говорится, что Коран является напоминанием. Аллах говорит «Клянусь Кораном, содержащим напоминание». Другими словами, Аллах делает Коран, содержащий напоминание, доказательством того, что даже несмотря на то, что Коран содержит напоминание, и это читается между строк, вы совсем не пользуетесь этими напоминаниями и не извлекаете из них уроки. Коран, содержащий напоминание, по сути, является доводом на беспечность человека. Поскольку тот, кто отказывается поминать, является виновным. В чем он виновен? В том, что он беспечен. И каково доказательство против них? То, что Коран полон напоминаний. Этот Коран будет свидетельствовать в судный день против того, кто не поминал Аллаха посредством Корана. Он будет свидетельствовать и говорить «Почему ты не поминал? Ну, я не знал, что Коран заслуживает поминания каждый день. Я не знал, что должен был думать о нем каждый день. Я не знал, что должен был читать и размышлять о нем каждый день». О чем ты говоришь? Почему ты не задумывался обо всем этом? Коран полон напоминаний. Напоминания – это то, к чему вы снова и снова возвращаетесь. То, что вы не проходите всего лишь раз. И Коран постоянно дает вам напоминания. Это означает, что вы не только получили напоминания один раз. Вы получаете напоминания постоянно на протяжении всей своей жизни. И поэтому, если мы с вами запросим подобные отношения с Кораном, первый аят суры «Суад» станет главным доводом против нас. Довольно страшно. Затем еще более удивительное в этой суре. А также в других сурах Корана. Это то, что каждая сура содержит в себе слова, которые постоянно повторяются. Некоторые слова в суре из раза в раз повторяются. Я называю их якорями и привязками. Я сам придумал это название. Я бы предпочел назвать их якорями внутри какой-нибудь суры. И одним из таких слов-привязок в суре «Суад», что неудивительно, является слово «зикр» – напоминание. Множество раз в этой суре Всевышний Аллах говорит, чтобы вы помянули. Это напоминание. Чтобы вы приложили усилия к поминанию. Это мощное напоминание. Помяни нашего раба. Напоминание, напоминание, напоминание. Вплоть до самого конца этой суры. В самом последнем аяте Аллах, Велик Он и Возвышен, говорит, «Это не что иное, как напоминание для всех миров». Это не что иное, как напоминание. Таким образом, сура начинается с напоминания, и также она заканчивается напоминанием. Это первое, что я хотел довести до вас. Теперь я хочу поведать вам о втором слове «привязки». Эти оба слова являются главными на протяжении всей суры. И если вы поймете их, то сможете понять основную тему суры. Это на самом деле здорово. Первым словом «привязкой» было напоминание, чтобы мы поминали Аллаха, прилагали усилия для этого. Второе слово «привязка» находится уже в следующем аяте. «Однако те, которые не уверовали, пребывают в «иззе». Они погружены в «иззу». «Изза» – это довольно сложное слово для перевода. Оно содержит в себе сразу два смысла. Если перевести его одним словом, этого будет недостаточно. Поэтому мы переведем слово «изза» двумя словами. С одной стороны, «изза» переводится как «достоинство», «почет», «величие». А с другой стороны, «изза» – это «власть». Давайте разберем эти слова перед тем, как пойти дальше. Порой люди имеют достоинство или уважение. Например, учитель обладает достоинством и почетом. Пожилой человек обладает достоинством. Шейх обладает достоинством. Однако, имея достоинство и уважение, эти люди могут не иметь чего? Власти. К примеру, какой-нибудь пожилой профессор на пенсии может быть очень уважаемым человеком, но он не обладает никакой властью. Он больше ничего не решает. Видите? Человек может обладать уважением и достоинством, но не иметь власти. Иногда мы видим людей, обладающих большой властью. Но очень часто они не имеют чего? Они не имеют никакого уважения. Они могут обладать властью, но при этом никто их не уважает и не считает их достойными людьми. А человек же, обладающий «иззай, имеет одновременно уважение и власть. Аллах говорит, что неверующие, вместо того, чтобы воспользоваться напоминанием от Аллаха, погружены в собственную гордыню и ощущение полной власти. Другими словами, они считают, что они слишком благородные и величественные, что они не нуждаются в чем-то еще. Они и так уже суперуважаемые люди. Их общественного статуса, того, как они себя воспринимают и как хотят, чтобы другие их воспринимали, достаточно для них. Поэтому зачем им обращаться к Корану, как к источнику власти? Ведь они полагают, что уже обладают властью. Поэтому Аллах как бы говорит, что их эксцентричность, ощущение собственного полного величия и власти – вот что мешает этим людям принять Коран как напоминание. Они говорят, «Мне не нужен Коран». Коран очень точно подмечает, что есть люди, которые, читая Коран, понимают, что он смущает их. Он выявляет то, что они не делают. Он выявляет некоторые из их недостатков. Это смущает их, это задевает их достоинство. Поэтому они отворачиваются от Корана. Они не хотят иметь ничего общего с ним. Иногда они хотят что-то сделать по-своему. А Книга Аллаха велит им поступать по-другому. Коран бросает вызов их праву поступать так, как они хотят. Он бросает вызов их власти. А эти люди не хотят расставаться со своей властью. Поэтому они не любят слушать поминания Корана. Он раздражает их. Каждый раз, как они слышат Коран, он напоминает им, как далеко они ушли в противоположном направлении. Поэтому Аллах говорит, «Однако те, которые не уверовали, пребывают в гордыне и в противоречии с истиной». Слово «шикак» переводится как «раскол», «противоречие». То есть они откололись, они упрямо держатся за свое неверие и не собираются отступать. Итак, я привел вам два предисловия к этой суре. Два главных слова в этой суре. Это какие? Поминание и «иза», которое указывает на два значения. Какие именно? Напомните мне. Достоинство и власть. Вы заметите, что слово «иза» постоянно будет появляться в суре. Далее, в одном из первых аятов Аллах называет себя «Аль-Азизом». Тем самым, Всевышний как бы говорит, «С чего вы взяли, что у вас есть величие и власть?» Обладатель абсолютного величия и абсолютной власти – это «Аль-Азиз», сам Аллах. И с этого момента начинается самое интересное. Сейчас вам придется много запоминать. Перед тем, как я попрошу вас запомнить кое-что, я проверю, что вы уже успели узнать, Какую суру мы изучаем? Суад. Номер суры? 38-й. Она начинается с клятвы. Каково предназначение клятвы? Клятва должна встать? О, неплохо. Доказательство. Только три сестры сказали правильно. Спасибо, народ, на задних рядах. Надеюсь, вы сегодня здорово выспитесь. Вы переели шаурму этим утром. Что с вами? Кстати, какие два главных слова в суре? Напоминание и «Альза». Они будут постоянно всплывать на протяжении всей суры. Теперь мы подошли к самому интересному. Эта сура разбита на шесть частей. Все восемьдесят с лишним аятов разбиты на шесть частей. И я приведу вам шесть слов, чтобы запомнить каждую часть. Вам не придется заучивать целые аяты. Всего шесть слов в определенном порядке. Вот эти слова. Первое слово – урайшиты. Второе слово – народы. Какое было первое слово? Урайшиты. Второе слово – народы. Хорошо. Третье слово – пророки. Итак, еще раз. Первое. Давайте проснемся и еще раз попробуем. Первое – урайшиты. Второе – народы. Третье – пророки. Здорово. Четвертое – это рай. Угадайте, какое пятое слово. Молодцы. Ад. Давайте еще раз сначала. Первое – урайшиты. Второе – народы. Третье – пророки. Четвертое – рай. Пятое – ад. Хорошо. Последнее слово – это, как ни странно, скажи. Просто слово «скажи». Сколько частей в суре? Шесть частей. Я хочу, чтобы вы запомнили все эти части. И чтобы сделать это, вам придется повторить их еще раз. Нет-нет, не все хором. Я буду направлять вас. Первое – хорошо, урайшиты. Второе – народы. Третье – пророки. Четвертое – рай. Пятое – ад. И шестая – скажи. Теперь подробнее о каждой из них. Первая часть суры состоит из аятов, повествующих о том, насколько упрямыми являются урайшиты. Они погружены в осознание своего величия и яростно противостоят истине. Таково описание урайшитов. Они не понимают, для чего им Коран. Зачем им следовать ему? Они называют пророка, мир ему и благословение, колдуном, лжецом. Они говорят, неужели он обратил наших богов в единственного бога? Воистину, это нечто удивительное. Они ругали и критиковали пророка, мир ему и благословение. Также они говорили, мы не только не уверуем, мы станем еще более агрессивными. Они побуждали у людей становиться еще более агрессивными и напористыми. Понимаете? Когда вы отвергаете что-то и говорите, я не хочу это принимать. Вы как бы защищаетесь от того, к чему вас призывают. Однако, урайшиты не только защищались, но еще и нападали на ислам. Поэтому они призывали своих людей нападать на мусульман. С агрессией защищать своих богов. Они говорили, держитесь за своих богов, не давайте их в обиду. Они проводили собрания, где говорили, как прекрасны их божества. Они будоражили людей, чтобы те еще более яростно защищали свое многобожие. Вот что они делали. Они говорили не только о том, насколько плох и ужасен ислам, но еще и о том, насколько прекрасна и священна их многобожие. Еще они говорили людям. Именно этого и ожидают от вас. Если вы хотите быть истинными представителями племени Хурейш, то вот что вы должны делать. Это первая часть суры. Сначала они возбуждали в людях любовь и преданность к многобожию. Затем они критиковали Пророка и Коран. Мы никогда не видели подобного раньше. Это все выдуманные вещи. Наши предки никогда не говорили о чем-то подобном. Этот Коран, о котором вы постоянно говорите, это все очень странно и чуждо для нас. Это было полностью выдумано этим человеком. Это всего лишь продукт воображения того человека, утверждающего, что он пророк. Они занимались нападками на Пророка, мир ему и благословение. Еще они говорили. Хорошо, ладно. Допустим, что было неспослано какое-то напоминание. Но почему оно было неспослано ему? Что? Не было никакого другого человека, который бы этого больше заслуживал? У нас тут есть богачи, влиятельные люди, которые имеют большой статус в обществе. Почему напоминание пришло к этому сироте? Кто будет слушать сироту? Напоминание должно было прийти к более статусному и сильному человеку, имеющему влияние в обществе. Кстати, в этих словах опять проявляется их г'изза и шикак, поскольку они как бы говорят, мы обладаем величием и достоинством, и если есть Пророк, то он должен быть из нашего числа. Почему Мухаммад? С какой стати он должен быть Пророком? Целая часть посвящена тому, что говорят курайшиты, чтобы отвергнуть ислам. Таким образом, первая часть посвящена упрямству курайшитов, их яростной защите своего многобожия. Понятно? Это была первая часть. Чему была посвящена вторая часть? Народам. Здесь Аллах как бы говорит, вы не первые, кто проявляет упорство. Да, вы очень преданные своим богам и дружно отвергаете то, что говорит Пророк. Но я уже видел это раньше. В прошлом жили более влиятельные и сильные народы, чем вы, которые тоже вели себя подобно вам. И с ними мы как следует разобрались. Итак, в этой части курайшитов сравнивают с прежними народами. «Каззабат قبلهم قوم نوحين وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوت» Вы узнаете эти имена? Аллах упоминает о прошлых народах. И что произошло с теми народами? Они были погублены. Курайшиты идут по тому же пути, по которому прошли многие и многие другие народы. Почему же они не извлекают уроков из прошлого? Как у них хватает наглости говорить, что они никогда не слышали о чем-то подобном? Они не слышали обо всех этих погубленных народах? В первой части они говорили, что никогда не слышали ничего подобного. В этой части Аллах как бы говорит им, как это вы ничего не слышали об этом? Разве вы не слышали обо всех этих народах, которые были погублены? Единственное, что было общего у всех этих народов это то, что все они называли пророков лжецами. Поэтому они заслуживали наказание от Аллаха. Они были сурово наказаны. Достаточно было всего одного гигантского взрыва, и с ними было покончено. И следом за этой частью идет... Итак, сначала мы говорили о курайшитах, затем о народах. Третья часть – это пророки. Однако то, как описываются пророки, это нечто удивительное. Аллах обращает свое внимание на посланника, мир ему и благословение. И как бы говорит ему, послушай, курайшиты очень упрямые. Это мы уже установили в первой части. И курайшиты ведут себя точно так же, как кто? Прежние народы. Это мы установили во второй части. На этой стадии пророк, мир ему и благословение, мог впасть в отчаяние и сказать, «Если они будут вести себя так же, как и прежние погубленные народы, то какой смысл их призывать? Они безнадежные люди. Я ничего не добьюсь с ними». Что мне делать? Когда пророкам поручают невозможную миссию, они нуждаются во вдохновении. Наш пророк, мир ему и благословение, тоже нуждался в том, чтобы узнать о других пророках и получить вдохновение от них. Поэтому Аллах обращает свое внимание на пророка, мир ему и благословение, и говорит ему, «Помяни нашего раба». Как прекрасно. Проявляй терпение, что бы они ни говорили. Просто терпи все, что они говорят тебе, не позволяя словам задеть тебя. Все, что тебе нужно делать, это помянуть. Кстати, это наводит нас на первый аят, где говорится, что Коран содержит напоминания. Отсюда мы понимаем, что Коран содержит в себе не только напоминания об Аллахе. Коран и также упоминается о примерах для подражания. Коран и также говорится об истории, о наследии, о вдохновении. Коран – это не одно цельное напоминание. Оно содержит в себе разные виды напоминаний. Поэтому Аллах говорит, «Помяни нашего раба Дауда». Именно Дауда, мир ему. Мне стало интересно, почему именно Дауда? Ведь все пророки обладали достоинством и уважением. Вы согласны с этим? Все пророки обладали достоинством и уважением. Однако не все пророки обладали властью. Были пророки, которых никто не слушал. У них не было никакой власти. Первым, кого Аллах привел в качестве примера, был пророк, который обладал как достоинством и почетом, так и властью, который использовал их праведным образом. Курайшиты использовали свое положение и власть, чтобы отвергнуть истину. Но посланник, мир ему и благословение, удостоен тем, что даже несмотря на то, что Мекка пока не в его власти, поскольку это мекканская сура, ему сказано, «Не тревожься, я приведу тебе вдохновляющую историю о Дауде, который обладал великой мощью». Приводя историю Дауда в качестве примера для подражания, Аллах давал понять пророку, мир ему и благословение, что скоро он тоже приобретет силу и власть. Он должен был извлечь урок из жизни Дауда, мир ему. История Дауда, мир ему, должна была вдохновить пророка, мир ему и благословение, придать ему сил. Поэтому был упомянут Дауд, мир ему. Теперь мы вошли в третью часть. Как она называлась? Пророки. Я пропущу некоторые аяты, чтобы дать вам общее представление. Нужно отметить, что Дауд, мир ему, является всего лишь одним из двух пророков в Коране, кого Аллах назвал халифом. Он был назван так, потому что оставил после себя наследие на земле. Ему была дарована великая власть на земле. Дауду, мир ему, была дарована великая власть на земле. И поэтому первым вдохновением для пророка, мир ему и благословение, в этой суре является история Дауда, мир ему. Так Аллах дает понять, что достоинство, почет и власть в форме халифата придет к кому? К посланнику, мир ему и благословение. Видите, пророк Дауд, мир ему, не случайно был упомянут первым. Однако, даже если пророк, мир ему и благословение, получит власть, даже если он получит вдохновение и одержит победу над курайшитами, это не означает, что благо ислама продлится долго. Поскольку из истории вы знаете, что происходит, когда пророки умирают. Что происходит со временем? Многобожие возвращается, люди вновь портятся, так ведь? И Аллах рассказывает историю Дауда, мир ему, дает понять, что Дауд смог передать свое наследие своему сыну Сулейману. Поэтому следующий упомянутый пророк – это Сулейман, мир ему. В этом на самом деле заключено послание для пророка, мир ему и благословение, что его наследие тоже будет передано другим поколениям. Так же, как Дауд смог передать свое наследие Сулейману. Да, наследие пророка, мир ему и благословение, не будет продолжено посредством сына, но ему будет даровано нечто намного большее, целая община, которая будет передавать из поколения в поколение его наследие. И мы с вами являемся частью наследия пророка, мир ему и благословение. Итак, далее идет история пророка Сулеймана, мир ему, которой уделено много внимания в этой суре. Она описана куда более подробно, чем другие истории. И затем, так мы и подошли до истории Сулеймана, мир ему. Мы по-прежнему находимся в части, которая называется «Пророки». И если пожелает Аллах, на последней лекции я расскажу вам об уникальном пророке, упомянутом сразу после Сулеймана, мир ему, о пророке Айюбе, мир ему. Кто-нибудь знает, что произошло с Айюбом? Каково главное испытание, которое его постигло? Болезнь. И это интересная тема для исследования. Пророк, испытанный болезнью, упоминается сразу после Дауда и Сулеймана, мир им, которые олицетворяют совершенно противоположное – власть, силу, способности, могущество. И сразу после них говорится о пророке, который не мог управлять даже своим собственным телом. Почему такой контраст между наследием Дауда и Сулеймана и наследием Айюба, мир им всем? Далее, очень коротко, после Айюба, мир ему, Аллах упоминает про Ибрахима, Исхака, Якуба, которые были сильны в повиновении Аллаху и проницательны. И затем он упоминает Исмаиля и Аль-Ясаа. Всевышний Аллах привел целый список пророков, как бы говоря, этим посланнику, мир ему и благословение. Ты можешь получать вдохновение не от одного, а от множества и множества других пророков. Это краткое изложение третьей части. Давайте поговорим, как называлась первая часть. Курайшиты, вторая часть. Народы, третья часть. Пророки, вы помните, почему упоминаются пророки? Потому что их жизненные истории должны вдохновить кого? Посланника Аллаха, мир ему и благословение. Те пророки были вдохновением для нашего пророка, мир ему и благословение. Вы поняли? Это важно запомнить. Итак, мы поговорили о трех частях. Я забыл, как называется четвертая часть. Что за память у меня? А, альхамду лилля. Следующая часть – это рай. Аллах говорит. Это напоминание, и богобоязненным уготовано прекрасное место возвращения. Сады Эдема, врата которых будут раскрываться перед ними. Это напоминание. О, мне снова напоминают о напоминании, о том, что Коран полон напоминаний. Затем Аллах говорит, что обладатели богобоязненности, то есть пророки и те, кто последовали за ними, попадут в наилучшее место. Они окажутся у садов Эдема, врата которого будут распахнуты перед ними. В качестве отступления расскажу вам кое-что о вратах рая и вратах ада. Об этом не говорится в суре «Сад». Это уже другое исследование, в котором суры будут сравниваться между собой. Когда эта сура будет сравниваться с другой сурой, вы обнаружите кое-что. Вы обнаружите, что врата Гиенны закрыты. Врата ада будут закрыты. И когда кого-то потащат в ад, он окажется перед вратами ада. Вот тогда они и откроются. И его введут в ад. Но когда описываются врата рая, уже в этой суре, Аллах говорит, что они заранее будут широко распахнуты перед людьми. В ожидании их. То есть врата рая уже открыты. Такова милость Аллаха, Свят Он и Велик. Это было отступление, указывающее на милость Аллаха в описании ада и рая. Итак, продолжим. В этой части описывается то, как богобоязненные будут наслаждаться в райских садах. Как они будут получать любые фрукты, которые пожелают. Факиха – это фрукт, откусив который вам захочется смеяться. Как, например, мангустин, дуриан, чимбидаг. И там будут всевозможные виды напитков. У них будут прекрасные супруги, которые будут настолько скромные и стыдливые, что даже не будут смотреть в глаза. Сестры, я понимаю, вам тяжело это слушать. Это то, что было обещано вам ко дню расчета. Поистине, это удел от Аллаха, который не истощится. Таково описание рая. Хорошо. На данный момент мы поговорили о четырех частях. Сколько осталось частей? Какие две части остались? Хорошо. Теперь мы немного поговорим об аде. Вот так. Воистину, для приступивших к границе дозволенного уготовано скверное место возвращения. Гиенна, в которой они будут гореть. Как же скверно это ложе? Это кипяток и гной. Пусть же они вкушают его. Они будут есть ужасные вещи. Пить скверные, отвратительные напитки. Их будут ожидать различные формы наказания. И затем Аллах говорит. И это уникальное описание ада. Неверующие скажут. Вот толпа, обвергаемая вместе с вами. Нет им приветствия. Воистину, они будут гореть в огне. Они скажут. Нет, это вам нет приветствия. Это вы преподнесли его нам. Как же скверно это место пребывания. Аллах описывает обитателей ада. И затем еще одна группа людей будет брошена поверх них. И те, которые уже были в аду, скажут. Здесь уже нет места. Что вы делаете? Мы не хотим, чтобы этих людей бросали сюда. Кстати, они будут возмущаться потому, что люди будут топливом ада. То есть, чем больше вы подпитываете огонь, тем сильнее он разгорается. Поэтому обитатели ада воспротивятся появлению новых людей, поскольку тогда огонь станет еще сильнее. Мы не хотим больше топлива для огня. Не бросайте сюда больше людей. Им не рады здесь. Для них нет здесь места. Слово мархабан означает не только добро пожаловать. Здравствуйте. Мархабан происходит от слова рахб, что переводится как пространство. То есть, для них нет здесь места. А те, которых бросили в ад, скажут. Извините, вы первые оказались здесь. Значит, вы еще хуже, чем мы. И они начнут ругаться и выяснять отношения друг с другом. Они скажут. Господь наш, приумножь многократно мучения в огне тем, кто преподнес это нам, то есть тем, кто пришел раньше нас, кто занял место в аду перед тем, как мы попали сюда. О, Аллах, даруй им двойное наказание. И они станут еще сильнее ненавидеть друг друга, даже находясь вместе в адском огне. И вот, оказавшись в аду, они будут ненавидеть друг друга. Они забудут, что были другие люди, которых они ненавидели в мирской жизни. Кого неверующие ненавидели в мирской жизни? Верующих. Они, неверующие, скажут. Что с нами? Эй, здесь что-то не так. Почему мы не видим людей, которых мы считали плохими? Кого неверующие народы считали плохими? Кого они считали злом? Пророков. Они считали их теми, которые сеют раздор и проблемы среди людей. Это люди, которые пытаются разрушить ваше наследие, вашу культуру. Они убеждают вас, что ваши предки были заблудшими, и что вы не должны идти по их стопам. Кто они такие? Это они являются злом в нашем обществе. И вот, оказавшись в аду, эти неверующие скажут, где эти плохие люди? Где те, кого мы считали злом? Мы еще насмехались над ними. Помните? Или это потому, что в аду очень темно, и мы просто не видим их? Вот, что они будут говорить. Кстати, это еще одна крутая подсказка. Кого людям в аду будет не хватать? Пророков. А где будут пророки? В раю. В предыдущей суре приводился диалог обитателей рая, которые говорили, «Эй, я не вижу здесь моего лучшего друга. Где он?» И он обнаружит, что его друг в аду. В предыдущей суре дана противоположная картинка. Таким образом, эта сура «Суад» прекрасным образом связана со следующей и предыдущей сурами. Хорошо. Эта часть была кратким обзором того, что будет происходить в адском огне. Да защитит Аллах нас всех от адского огня. Как называлась последняя часть? Хорошо. Скажи. Я назвал ее так, поскольку в этой заключительной части суры Всевышний Аллах как бы говорит пророку. Итак, я уже сообщил тебе, что урайши ты упрямые, и я сообщил тебе, что они идут по тому же пути, как и те, что жили до них. И я уже сообщил тебе, что ты должен брать пример с предыдущих пророков, которым будет суждено попасть в рай, а те, кто не уверовали в них, окажутся в аду. Вот что теперь ты должен делать. Вот какие действия ты должен предпринять. Ты должен вернуться к тем людям и говорить с ними. Говори со своим народом. Рассказывай им обо мне. Разговаривать с кем? Разговаривать с урайшитами. Скажи. Я всего лишь увещеватель. Единственная моя задача – это увещевать. Нет никакого Бога, кроме Аллаха, единственного, всепобеждающего, Господа Небес и Земли, Аль-Азиза, величественного, обладателя абсолютной власти, которого следует уважать. Слово Аль-Азиз – это привязка к чему? К слову Аизза. Аль-Гафара – всепрощающего, того, кто постоянно прощает. Скажи им, это великая весть, которая вот-вот придет. Рай и ад – это непростые события. Уничтожение народов – это непростые события. Аллах сообщает им о великих событиях. Слушайте внимательно. Здесь кроется еще одна привязка. И вы скажете мне, что это за привязка, которую вы игнорируете? Которую вы игнорируете. Конечно. Противоположность напоминанию – это игнорирование. Они не хотели слушать напоминание. Они отворачивались от него, игнорировали его. У меня не было знания о том, какие препирания происходят среди ангелов. Даже ангелы – в неведении о том, что произойдет с людьми на земле. Что является еще одной интересной темой, о которой я расскажу вам позднее, если у нас будет время. Итак, Всевышний Аллах велит пророку – «Скажи им это, скажи им то». Но внезапно происходит нечто удивительное. Больше не надо говорить к урайшитам, что он всего лишь пророк, что его миссия – это передать послание. Больше не надо говорить, что он всего лишь увещеватель и так далее. Совершенно внезапно, сразу после этого Всевышний Аллах говорит. «Вот твой Господь сказал ангелам, «Я создам человека из глины». Когда же я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от моего духа, то падите перед ним ниц. И тогда все ангелы без исключения паленец перед ним, кроме Иблиса, который возгордился и стал одним из неверующих». Постойте, это же совсем другая история. Откуда появилась эта часть? Устаз Нурман, вы сказали, что эта часть называется «Скажи». Должна быть еще одна часть под названием «История Адама». Нет, я не согласен с вами. Продолжайте слушать. Аллах сказал Иблису, «О, Иблис, что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого я сотворил своими руками?» Иблис ответил, «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины». Вы все знаете эту историю. Кажется, что она появилась из ниоткуда. Кстати, у нас уже была часть под названием «Пророки». И Адам, мир ему, тоже является пророком. Можно было бы поместить его историю чуть раньше, где рассказывалось о пророках. Почему она здесь? И затем, когда эта история закончилась, Всевышний Аллах снова говорит, «Скажи, я не прошу у вас за это никакого вознаграждения». То есть, эта часть началась с повелений «Скажи это», «Скажи это и это». В середине ее внезапно возникла история об Адаме, в конце ее Всевышний опять говорит, «Скажи, я не прошу у вас за это никакого вознаграждения и не обременяю себя измышлениями». То есть, я не выдумываю все это, не выдаю себя за кого-то другого. Это не что иное, как напоминание. Опять напоминание. Для всех миров, для всех народов. Что история Адама делает здесь? Чтобы понять, что здесь происходит, мы должны соединить все воедино. Затем вы поймете, почему такая концовка. Первая часть была посвящена Хурайшитам. Вы помните это? Вы также запомнили, что Хурайшиты были крайне упрямыми людьми. Далее пророку были рассказаны истории о других пророках, что стало для него вдохновением. И затем ему было сказано, «Отправляйся к Хурайшитам». Он должен был сообщить им, что единственная его миссия – это увещевать. У прежних пророков была такая же миссия? Да. Но наш пророк отличается от них, поскольку то, что он должен был сделать, напрямую связано с тем, что случилось с Адамом, мир ему, и Иблисом. Иблис бросил вызов Аллаху, сказав, что он собьет с прямого пути все человечество. И последним ответом от Аллаха на то, что Иблис не сможет сбить всех людей, что Аллах не спошлет руководство, которое сохранится вплоть до Судного дня. Последним оружием против атаки Блиса стало откровение, дарованное пророку, мир ему и благословение. Не только для Хурайшитов, а для всего человечества. Аллах как бы говорит ему, «О, пророк, помни, что когда ты разговариваешь с Хурайшитами, ты не только обращаешься к ним, в твоих руках судьба всего человечества вплоть до Судного дня. Поэтому я напоминаю тебе, что ты должен завершить то, что было начато Адамом, мир ему». Поэтому история Адама упомянута здесь. Перед тем, как завершить обращение к Хурайшитам, пророк, мир ему и благословение, должен был понять, что он имеет дело не только с жителями какой-то деревни в пустыне, он имеет дело с судьбой целой планеты, всего человечества. Теперь вы понимаете, почему история Адама вставлена сюда. Субханаллах. Итак, сколько у нас было частей? Да, я понимаю, вам это надоело. Хорошо, на этот раз будет по-другому. Как называлась первая часть? Давайте проверим. Хурайшиты. А как называлась шестая часть? Скажи. Скажи, кому? Хурайшитам. Первая и последняя часть дополняют друг друга. Разве нет? По сути, в последней части даются ответы на требования, выдвинутые в первой части. Если хурайшиты были настолько упрямы, то как пророк должен был обращаться с ними? С помощью уроков и наставлений, которые он получил в последней части. Таким образом, первая и шестая часть напрямую связаны друг с другом. Хорошо. Как называлась вторая часть? Народы, жившие в прошлом. Что с ними произошло? Они были уничтожены. Хорошо. А как называется пятая часть? Ад. Получается, во второй части говорится о прошлом неверующих народов, а в пятой части говорится о будущем этих народов. У второй и пятой части есть что-то общее? Получается, что первая и последняя части связаны друг с другом. Вторая с начала и вторая с конца также связаны друг с другом. Кстати, во второй части Аллах говорит об одном или о множестве народов, о многих народах. И, описывая ад, Всевышний говорит, что в аду будет одна группа, затем поверх нее будет брошена еще одна группа, затем еще, затем еще одна, затем еще одна. Другими словами, она идеально согласуется с тем, что было описано во второй части, поскольку исторические народы одни за другими отказывались уверовать. И теперь эти народы сваливаются в одну кучу в аду. Субханаллах. Третья часть называлась как? Пророки. То есть, истории о хороших, праведных людях. И каков должен быть их исход? Итак, давайте еще раз. Мы уже связали первую с шестой, и мы уже связали вторую с пятой. Значит, я должен объединить третью с четвертой. Так ведь? Вы видите какую-нибудь связь между третьей и четвертой частями? Я что-то пока не вижу. Не могу понять, в чем они схожи. Пророки. Рай. Как же это круто, ребята. Видите? Вся сура отражает идеальную тематическую симметрию. Все связано воедино. Устас Нурман, из какого тофсира вы это взяли? Не из какого. Я сам это придумал. На самом деле, я изучал структурную организацию сур в Коране. Вот чем я занимаюсь. И это то, что меня изумляет. Затем я изучаю каждый эпизод, каждую часть. Вы здесь видите симметрию? Видите? Так вот, каждый эпизод в Коране имеет свою собственную симметрию. Каждая часть сама по себе имеет симметрию. О, Аллах! Как ты это сделал? Вот что я говорю себе, когда изучаю это. Итак, Коран полон чего? Что он содержит в себе? Напоминание. Но есть слова, которые говорят про пророков, особенно про Дауда, Сулеймана и других. Это пророки, о которых мы знаем не только из Корана. Об этих пророках говорится также и в Библии. О них говорится в Бетхом Завете. Это пророки из числа сыновей Израиля. Но то, что говорится об этих пророках в их книгах, не заслуживает поминания. Более того, лучше об этом забыть. Потому что в этих книгах написаны просто ужасные, отвратительные вещи об этих пророках. Одно из предназначений Корана – это восстановить достоинства библейских пророков. В Библии они упоминаются в очень плохом свете. К сожалению, это произошло по причине искажений, внесенных в нее людьми. А Коран пришел и восстановил их достоинства. Эта последняя часть лекции будет посвящена не структурной организации суры Слод, а восстановлению достоинства пророка Дауда, мир ему. По библейской традиции, Дауда, мир ему, называют Давидом. И согласно Библии, когда Давид стал царем, он стал помешан на своей власти. Настолько, что он женился на 99 женщинах. Это согласно Библии, а не согласно Корану. И затем он сказал, «Я хочу сотую жену». Однажды он выглянул в окно из своего замка. И увидев на улице женщину, он сказал себе, «Хм, вот она будет моей сотой женой». Но оказалось, что она была замужем. Причем замужем за одним из военачальников, который служил в армии Давида. Тогда Давид повелел военачальнику отправиться на войну, на которой он, вероятнее всего, будет убит. И вот Давид отправляет его на войну, и тот военачальник погибает на ней. И Давид женится на его жене. И так у него становится сто жен. Это библейская версия. Запомните ее. Она абсолютно ложная. Тем не менее, держите ее в уме, когда мы будем читать аяты про Дауда, мир ему. Аллах говорит в Коране, «Я буду переводить без толкования. Дошла ли до тебя весть о тех, кто затеял тяжбу и перелез через высокую стену молельни Дауда?» Михраб – это место, где молятся. Дворец Дауда был окружен огромной высоченной стеной. И целая группа людей перелезла через эту стену и вошла в молельню, где Дауд в тот момент совершал молитву. Они вошли к Дауду, и он испугался их. Настолько, что он чуть не потерял разум. «Фазиа» означает испугаться настолько сильно, что вы не можете ясно мыслить. То есть, увидев их, Дауд сильно испугался. Они сказали, «Нет, нет, не бойся, мы не убьем тебя». Ведь обычно, когда группа людей перелезает через дворцовую стену и врывается в покои царя, и при этом они выглядят агрессивными, то, скорее всего, они хотят убить царя. Но они сказали, «Нет, успокойся, мы не пришли убивать тебя. Мы пришли только, чтобы обсудить с тобой одну проблему». У нас возник вопрос. Итак, в чем была их проблема? Не бойся, мы двое тяжещихся. Один из нас поступил несправедливо по отношению к другому. Рассуди же между нами по справедливости. Ведь ты правитель и судья, в конце концов. «Не будь несправедлив, суди беспристрастно, и укажи нам на правильный путь, скажи нам, что делать, и какое бы решение ты бы не вынес, мы последуем за ним». Это мой брат. У него 99 овец. Это напоминает вам что-то из библейской истории? А у меня всего одна овца. Он сказал, «Отдай мне свою овцу». И он использовал свое положение и власть, навязал мне свою волю. Он напугал меня своим величием и властью. Постойте, снова про власть и величие. Айзу. Это слово-привязка, отсылающая нас к самому началу суры. Итак, один из них говорит, «Он одолел меня в споре, напугал меня и сказал, «Отдай мне свою овцу. Что ты будешь делать с ней? Лучше дай мне, и тогда у меня будет сто овец». Дауд сказал, «Он поступил несправедливо с тобой, когда потребовал присоединить твою овцу к своим». Воистину, многие партнеры, многие члены семьи, родственники, коллеги, которые взаимодействуют друг с другом, поступают несправедливо друг к другу. Очень глубокое утверждение. Часто людьми, поступающими несправедливо к вам, становятся те, кто близки к вам. Речь идет не только о бизнес-партнерах. Хулята – это любые люди, которые взаимодействуют друг с другом. В этом случае один брат грубо притесняет другого. Поэтому Дауд говорит, что люди, часто взаимодействующие и сотрудничающие друг с другом, притесняют друг друга. Кроме тех, которые уверовали и совершают праведные деяния. Но таких мало. То есть, очень трудно совершать благодеяния людям, которые близки к вам. Очень мало людей так поступают. Человек может дать милостыню какому-нибудь парню на улице, которого он никогда больше не увидит, и при этом дать пенька своему кузену или накричать на него. И затем Дауд осознал… Слушайте внимательно. Когда Дауд, мир ему, огласил свой вердикт, он осознал, что Аллах испытал его, поскольку те люди мгновенно исчезли. И он такой, «О, что это было?» Он понял, что Аллах испытывал его. Тогда он попросил у Аллаха прощения. Полниц и раскаялся. Исходя из этого, некоторые сказали, что это было продолжение библейской истории, где говорилось про девяносто девять жен. И Дауд якобы осознал, «А мне не надо было брать сотую жену, поскольку те, спорившие о девяносто девяти и одной овце, имели в виду меня и моих жен». Вы понимаете, о чем я говорю? Я тоже воспользовался своей властью, чтобы заполучить сотую жену. Но истинный ответ кроется в самом Коране. Это просто великолепно. Давайте вернемся назад и разберем эту историю. Дауд, мир ему, находился в своей молельне. Группа людей перелезла через высоченную стену, которая обычно окружает города, и на которую невозможно взобраться. И тот факт, что они перебрались через 20-метровую стену и оказались во дворце, любого поверг бы в шок. Поэтому Дауд был страшно напуган. Причем не забывайте, что это Дауд, мир ему. Это тот, кто убил Голиафа, Джалюта. Это Дауд, который участвовал во множествах битв. Это был далеко не пугливый человек. Но бывают ситуации, когда вас застают врасплох. Точно так же и он никак не ожидал увидеть этих гостей у себя в молельне. И вот они вломились к нему и сразу начали. «У нас к тебе дело. Это мой брат. У него сколько овец? Кто помнит? 99 овец». А у того, кто начал говорить, сколько было овец? Одна. И, кстати, в прошлом Дауд, мир ему, был очень бедным пастухом. Повторюсь, в прошлом Дауд, мир ему, был очень бедным пастухом, до того, как он стал царем. И поскольку он был пастухом, он умел обращаться с пращой, которой он отбивался от волков. И ею же он убил и Джалюта. И поэтому, к кому, по-вашему, Дауд проявил симпатию? К тому, у кого было 99 овец? Или к тому, у кого была всего одна? При том, что последний сразу же начал жаловаться. «У меня всего одна овца, а у него целых 99. И он требует, чтобы я отдал ему свою единственную». И Дауд, мир ему, будучи судьей, сказал, «Это неправильно. Он не должен был так поступать. Это несправедливо». Кстати, это необычное и удивительное поведение со стороны царя. Ведь цари и власть имущие обычно выносят решения в пользу богатых, поскольку они рассчитывают на поддержку богачей, в случае чего. Когда же царь отдает предпочтение бедному и слабому, то это говорит о его благородстве и справедливости. Но проблема вот в чем. Поскольку Дауд был еще и судьей, он должен был выслушать обе стороны. Неважно, согласен он с обладателем 99 овец или нет. Заметьте, человек с 99 овцами не произнес ни слова. Он ничего не сказал в свое оправдание. Говорил только обладатель одной овцы. К тому же Дауд, мир ему, еще не отошел от шока. Однако, он сразу же вынес решение, что это несправедливо, поскольку партнеры часто притесняют друг друга. И когда они исчезли, Дауд, мир ему, понял, что, поспешив с вынесением решения, он не послушал обе стороны. И это было его ошибкой. Он также осознал, что когда судья бывает напуган или находится в состоянии стресса, он не должен принимать решение. Это очень важный момент. Дауд был правителем, судьей над своим народом. И когда правитель выносит решение, он должен быть в спокойном эмоциональном состоянии. Был ли он ошеломлен в начале истории? Был ли он сильно испуган? Если судья напуган, шокирован, ошарашен, может ли он трезво думать? Нет. Раз так, то может ли он поспешить или вынести ошибочное решение? Это вполне возможно. К примеру, если мужчина-судья со скандалом развелся со своей женой, то у дам не будет никакого шанса в его суде. Вы понимаете, о чем я говорю? Если этот судья будет зол на всех женщин, он не сможет принять справедливое решение. И Дауд, мир ему, понял, что поторопился. Поэтому он сразу же признал свою ошибку и обратился к Аллаху с покаянием. Поэтому Аллах сказал, мы простили ему это, а именно то, что он на мгновение забыл. Что должен был сделать? Поминание, дикр, может уйти, когда вы находитесь в шоке. Но как только вы приходите в чувство, поминание снова приходит. Аллах учит пророкам, мир ему и благословение, что бывают моменты, когда мы бываем потрясены чем-то. Но как только это потрясение проходит, мы сразу же должны вспомнить своего Господа. История Дауда, мир ему, показывает нам, как следует поминать Аллаха. Я хотел поделиться с вами этим, поскольку, если вы не будете знать про то, что говорится в Коране, вы будете слышать только искаженную библейскую версию, которая принижает достоинства всех этих замечательных пророков. Итак, это были темы, которыми я хотел поделиться с вами. Первая тема была посвящена прекрасной структуре суры Сад. Вторая – удивительной и славной личности пророка Дауда, мир ему. Тому, каким замечательным повелителем и судьей он был. Но я с нетерпением жду нашей последней лекции, где мы будем говорить о Сулеймане, мир ему. И о его поистине уникальной и несравнимой мольбе. Клянусь Аллахом, в Коране нет мольбы, подобной этой мольбе Сулеймана. Она просто уникальна. Ее очень трудно понять. Я приложил очень много усилий, чтобы понять эту мольбу. Это одна из причин, почему я сказал себе, «Я обязательно проведу лекцию о мольбе пророка Сулеймана, мир ему», поскольку я долгое время не мог ее понять. Но я заставил себя изучить ее. Я задавал множество вопросов, доставал ученых по всему миру, чтобы иметь возможность поделиться с вами полезнейшими уроками из нее. Так что веселого вам дня. Надеюсь, некоторые из вас хорошо выспались. Я очень рад за вас. И в конце еще раз достану вас своим вопросом. Сколько частей в этой суре? Скажите, части связаны между собой? Какие части связаны между собой? Первая и шестая. Как они назывались? Урайшиты. И скажи, какие еще части были связаны? Вторая и пятая. Как они назывались? Народы и ад. И какие еще части были связаны? Пророки и рай. Теперь, придя домой, вы будете наслаждаться чтением суры Сод. И вы сами найдете эти части. Это будет очень интересный опыт для вас. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.